Уважаемый Ислам Даганевич, уважаемые друзья, коллеги, прежде всего хочу сказать, что и мне, и всей нашей делегации очень приятно быть сегодня в Ташкенте. Мы благодарны вам за приглашение. Подтверждаю, что у нас состоялся очень обстоятельный обмен мнениями в узком составе. Мы проговорили практически по всем направлениям нашего сотрудничества, включая экономику, разумеется, контакты на политическом уровне. Вот с этого бы и хотел начать. Мы очень дорожим высоким уровнем взаимопонимания и доверия, которыми отличается двухсторонний политический диалог. Мы постоянно находимся в контакте на высшем политическом уровне, на правительственном уровне и на уровне наших парламентов. Недавно совсем состоялся визит руководителя Верхней палаты Парламента Российской Федерации в Ташкент. Мы ожидаем приезда руководителя соответствующей вашей палаты в Москву. Активно работает межправкомиссия. 16-е заседание МПК состоялось совсем недавно, здесь же в Ташкенте 26 ноября. Мы рады и удовлетворены тем, что Россия уверенно занимает первое место среди торгово-экономических партнёров Узбекистана по товарообороту. Узбекистан также является привилегированным партнёром в торговле с Россией. Вместе с тем мы исходим из того, что ещё многое можно и нужно сделать для того, чтобы этот товарооборот увеличить. Все интеграционные процессы, которые происходят на постсоветском пространстве, они, безусловно, призваны к тому, чтобы улучшать торгово-экономический климат. И нужно сделать всё для того, чтобы так оно и было на практике, чтобы ничего не мешало нашим двухсторонним торгово-экономическим связям, а наоборот, всё только способствовало бы расширению этих связей. У нас большие планы с точки зрения развития отношений по другим направлениям, имея в виду, конечно, прежде всего реальный сектор экономики – это энергетика, здесь уже об этом говорили, и нефть, и газ. Мы работаем в сфере научных исследований в ядерной области, здесь есть тоже определённые договорённости между узбекскими и российскими партнёрами. Мы будем дальше развивать сотрудничество в области подготовки кадров. На сегодняшний день в России обучается 12 тысяч молодых людей из Узбекистана, которые проходят подготовку по самым различным направлениям. И будем поддерживать дальше это сотрудничество, в том числе и предоставляя так называемые бюджетные места в российских вузах. Мы благодарны руководству Узбекистана за поддержку нашего гуманитарного взаимодействия, в Ташкенте активно и успешно работает филиал МГУ, открыт и работает Центр науки и культуры России. Мы будем и дальше уделять этому направлению большое внимание. Тем более, что интерес к культуре узбекской, интерес к истории этого очень важного региона мира у нас очень высок, и, безусловно, будем продолжать сотрудничество по всем этим направлениям. Так же, как и традиционная наша линия взаимодействия, это по ВТС, военно-техническому сотрудничеству, будет поддерживаться с обеих сторон. Надеюсь, что и в ходе сегодняшнего визита мы более подробно сможем об этом поговорить и принять соответствующее решение. К этому визиту был подготовлен целый ряд документов, которые, безусловно, лежат в основу продолжения нашего взаимодействия на ближайшую перспективу. Я хочу поблагодарить и узбекских наших друзей и партнёров, и своих российских коллег за ту предварительную работу, которая была проведена в ходе подготовки к этому визиту. Ещё раз большое вам спасибо за приглашение. Благодарю вас.